Ребята, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал Псигаретских и Краин. Как вы уже помните, я воспитываю уже 5-месячного щенка бельгийской овчарки Шиперки. И каждый день открываю достаточно удивительные наблюдения, на мой взгляд, потому что у меня уже есть моя первая собака, белая швейцарская овчарка. И как бы да, это тоже овчарка, и как в случае Шиперки, их профессии в той или иной степени, наверное, похожи. Это в первую очередь пастушек порода собак, сторожевые. Ничего, конечно, с натяжкой, что можно сказать о белой швейцарской овчарке, но все-таки так или иначе их профессии схожи, их изначальные цели выведения были похожи. Но вот сейчас я воспитываю этих двух собак и понимаю, что они настолько разные, что реально точек каких-то соприкосновений у них практически нет. Это просто реально как инь и ян. Это две противоположности, как север, юг, восток и запад, как хаос и гармония. И в этом ролике я хочу поделиться с вами, блин, это настолько вот меня шокировало. Это просто, ребята, на самом деле то, что я вам расскажу, это меня действительно очень сильно шокировало. Я наверняка, если вы следите за мной в инстаграме, то вы видели ролик и фотографии, когда Люсик остался один где-то на час, на полтора. Он, в принципе, нормально остается один, если его чем-то там занимает, давать ему косточки, игрушки, интеллектуальные всякие игры ему придумывать. Ну, более-менее, так по мелочи он, конечно, может что-то сгрызть, но не так страшно. И вот, я, может быть, ставлю вам здесь кадры, мы пришли, и он разодрал салфетки, бумажные полотенца. Они стояли у меня на столе, и я подозреваю, что, скорее всего, эта кошка-то запрыгнула и свалила их. Потому что стол очень высокий, он просто даже гипотетически не может даже просто встать на задние лапки, он просто не достанет. Поэтому, я думаю, они с кошкой работали в команде, и поэтому Люсик разодрал салфетки, просто изрядно повеселился. И что было интересного? Вы знаете, вот на Ютубе, в Инстаграме, по-моему, роликов, когда хозяева снимают своих собак, вот после того, как они набедокурили и там разгрызли всё, что только можно, там нагадили, порвали обои, там какую-нибудь обувь. И все собаки просто как один, они такие все виноваты, да, они такие несчастные, у них прижатые ушки, у них такие жалобные глазки, что как будто бы они ощущают чувство вины. И вот даже если вы посмотрите на эти кадры, и я вроде как говорю достаточно строгим голосом, необыденным голосом, и типа как его ругаю. Я понимаю, что это бесполезно, но я просто помню, ну, даже моя Линда, вот малейшее повышение тона какое-то на неё, она сразу поджимает уши, сразу такая, типа, окей, хорошо, я виновата, я иду на место, не трогайте меня, всё. То есть даже если я ей командую, фу, нельзя, она прекрасно знает эти команды, этот голос, мой тон, и она сразу же, ну, она сразу бросает, что она взяла там в рот на улице, я не знаю, прекращает там беситься, ну, ненадолго, правда, или идёт на место, потому что ей там спокойно. В общем, это, ну, как бы очевидно, и это очень удобно, таким образом управлять собакой. А в случае с шиперки, это просто, на самом деле, взрыв мозга для меня. С самого появления Люсика в доме я стала приучать его команде, фу, нельзя, как бы, ну, логично там, что нельзя. Ну, на диван ему, конечно, уже можно, ну, гонять кошку, да, нельзя, хотя он её по-прежнему гоняет. Нельзя залезать, у нас здесь стоят всякие инструменты тут, ну, оно всё, конечно, закрыто, пеноплекс стоит, и он иногда может его грызть. То есть нельзя грызть всякие там вещи. Ну, в общем, есть какие-то определенные правила в доме, которым я хотела его приучить, и команды фу нельзя, по моему мнению, должны были идеально подойти, как это было в случае с Леной. Ну, друзья, это не действует вот у нас абсолютно от слова «никак», вот совершенно никак. Шиперки, я не знаю, как другие шиперки, вот дорогие шиперисты, у кого сгустки зла дома, вот у вас так же? Ну, просто, например, Люсик, он совершенно не понимает тона, он совершенно не понимает злобной такой строгой команды, там, нельзя, фу. Он всё равно смотрит на тебя такими глазками и бусинками, совершенно ангельскими, машет хвостиком, и как будто всячески пытается тебя расположить к себе, чтобы ты не злилась. Типа, ну, подумаешь, сгрызь тапки, у тебя же ещё одни есть, купишь себе вторые, ничего страшного. С одной стороны, блин, это на самом деле так просто удивительно, мы привыкли, что собаки сразу такие, типа, ой, притисли сразу, я в домике, мы виноваты, не трогайте нас. А здесь совершенно, он даже по всей этой куче разорванных полотенец бумажных, он ходил как король, гордый, и как будто вот гордился своим вот этим уникальным творением, искусством, произведением искусства. Типа, посмотрите, как я красиво сделал. Конечно, я за всё это его не ругаю, потому что, ну, это бессмысленно. Если вдруг он что-то порвёт, то это сугубо моя вина, потому что он ещё маленький щенок, у него режутся зубы. Он не знает, сколько стоят эти вещи, ему вообще плевать на вещи. И, да, единственная вина — это моя вина, что я оставила эту привлекательную вещицу у него на виду, в общем-то, и всё. Другое дело, что, конечно, я переживаю, он может схомячить какое-нибудь там что-нибудь опасное. Он где-то тут нашёл медную проволоку у нас, я буквально вот из рта его вытащила. Думаю, не до Бог, что он там застрянет или он прогрызёт провод. Ну, в общем, да, вот такие моменты меня волнуют больше. Но, в целом, за вещи я особо не переживаю, обои он у нас не грызёт, потому что у нас обоев нет, и плинтусов тоже нету. Но он грызёт стены иногда у нас. За это я, конечно, ругаю, потому что не хотелось бы, чтобы он грыз стены, но это спасает совершенно ненадолго. Его вот главная фишка в том, что он совершенно не понимает, что можно, что как бы нельзя. И я открыла для себя такой маленький лайфхак, который более-менее помогает мне справляться вот с этим нежелательным поведением. Но этот лайфхак, он не то чтобы труден в исполнении, но он требует постоянного стопроцентного внимания и достаточно больших усилий. То есть, да, если у вас нет времени, если вы, ну, это нужно очень постараться, чтобы это реализовать. И вообще, ещё раз повторюсь, что шиперки — это трудная порода. Это порода не для новичка. Это порода, ну, вот если вы, например, это ваша первая собака, и вы воспринимаете её просто как маленькая умная овчарка, а нет, вот вы знаете, многие владельцы служебных пород собак, у которых были шиперки, признаются, что та же немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка, они проще дрессируются, проще воспитываются, чем шиперки. То есть, если вы воспитаете реально воспитанную хорошую шиперки, то вот немецкие овчарки, я его, ну, при бельгийских не знаю, не буду, потому что они тоже такие со своим особым характером, ребята. То вот эти породы собак вам могут вполне показаться простыми. Ну, тоже с натяжкой все породы, конечно, по-своему разные, и в каждой породе встречаются свои особенные представители, как в белой швейцарской овчарке, например. Ну, вот я к чему говорю. И наш лайфхак... Я не знаю, я, наверное, не буду каким-то первопроходцем. Возможно, многие школы вообще дрессировки используют этот метод, но это просто метод переключения внимания либо на себя, либо на игрушки, игры, просто смену внимания, и с нами даже работает вкусняшка. Но не в плане подкрепления. То есть, например, если ваша собака, вот как у нас сливочек делает, он иногда может сорваться на голубей, или просто внезапно начать вувкать, лаять на какую-нибудь собаку. Ну, так, беззлобно, просто, типа, знаете, пометил свою территорию, пометил свою стаю, типа, всё, больше не подходи. Не прям такой заливистый, он так вуф, вуф, как старый дед, нудный пенсионер. Вот. И, конечно же, я не хочу, чтобы мой пёс раздражал других людей и собак. И в такие моменты я просто подзываю его ко мне, он достаточно хорошо выполняет эту команду. Ну, как, для своего зоца хорошо. Вот. И он отвлекается, подбегает ко мне, и я его хвалю. То есть, в данный момент подкреплением является именно выполнение команды ко мне, а не то, что он там лаял несколько секунд назад. Потому что собаки у нас на самом деле не такие умные. Они реально очень умные. И очень умные, мудрые животные. Но вот их память работает так, что они запоминают вот последние, последние какие-то свои действия, за которые вы их похвалили. Да. То есть, если, например, ваша собака убежала от вас чёрти куда, и потом вдруг вы её всё-таки дозвались, и она прибежала к вам, и вы начали её ругать, то, понятное дело, что она не поймёт, за что вообще её ругаете. И подумает, что вы ругаете её за то, что она к вам вернулась. И в следующий раз она вообще к вам никогда не подойдёт. То есть, да, они в этом плане достаточно и трудные, и сложные, и, в то же время, очень банальные и простые. Вот и всё. И в плане переключения внимания ещё что работает? Ну, любые игрушки, любые мячики. Почему, например, важно приучать собаку к игрушкам? Не потому, что она там играет, и чтобы ей было весело, хотя это тоже, конечно, важно, и это налаживание контакта с хозяином. Но вот в любой какой-нибудь такой неприятный момент, когда собака проявляет не самые свои лучшие стороны и негативно как-то отвечает на определённый разотражитель, вас это реально спасёт. Вы переключите внимание собаки там на игрушку, на себя, и всё будет хорошо. Что я ещё на улице вот делаю? Он у нас очень любит бегать. Как только, я говорю, команду там побежали, он сразу начинает рваться вперёд. И вот он как только начинает лужкать или засматриваться на голубей. Он, кстати, гоняет голубей не потому, что он преследует какие-то охотничьи инстинкты. Он уже знает, что голуби скапливаются там, где есть какая-то еда, какие-то крошки, хлебушек, ещё что-то. И потом он начинает всё это пылесосить за ними. То есть голуби им на самом деле по сути неинтересны, он просто уже может поработает, очень хорошо работает. Он уже понимает, что там можно на этой голубятне полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Вот такой вот умный пёс. И вот в плане кошки это гораздо труднее. Я, честно, я не знаю, любит он кошку или она ему не нравится. Потому что, вы знаете, он общается с ней как с собакой. У него такие достаточно грубые игры, как вот он с Линдой играет, кусается, прыгает на неё. Ну как и все собаки. Он также играет с кошкой, он также пытается её как бы, как вам сказать, насесть на неё. То есть он делает вот эти привычные кобелиные садки. Он делал их ещё двухмесячного возраста. Ну кроме людей. На людей, кстати, он не делает. Только вот на собак и на кошек. Вот. И кошке всё это не нравится. Она у нас такая дама капризная, местами своевольная, своенравная. Ей вообще всё это не нравится. Она вот ляжет и оставьте меня в покое. А он же хочет поиграть, он с ней заигрывает, он принимает такие позы типичные для игриво настроенной собаки, совершенно не агрессивные. Но как только он уже видит, что кошка начинает рычать на него, лапой его там бить, агрязаться, то и он начинает так злиться. И такие моменты я просто не хочу допустить. Вот той стадии, того пика, когда Люсик настолько разбушуется, что его невозможно остановить. То есть гипервозбудимость сразу включается. Вот. И такие моменты нам помогают вот именно переключение. Сразу хватая игрушку, начинаем вот влекать игрушкой. То есть это прям моментально должно быть переключение внимания, чтобы он понял, что, ага, да игрушки ведь интереснее, там какая-нибудь вкусняшка-кофточка ведь интереснее, чем эта неинтересная кошка, которая только рычит на тебя. Вот. Но опять-таки вот этот лайфхак, он трудоёмкий. То есть вы постоянно должны следить, что он там у вас делает, как он реагирует, всё ли в порядке. И, ну да, настолько интересно. Ещё всякие интеллектуальные игрушки тоже помогают. Я часто сворачиваю в наволочку там корм или вкусняшки, или в коробку кладу вкусняшки. У нас ещё есть тапочки такие, которые мы покупали Линде. Ну как тапочки, они выглядят просто как, я не знаю, огромные такие валенки. Я бы эти валенки, в общем, кладу тоже лакомство Люсику, и он пытается их достать своим носом. Тоже такая небольшая задачка, но уже как-то его отвлекает и успокаивает, что немаловажно. Интересно, что шиперки, вот они очень возбудимые, гипервозбудимые. Поэтому я вот на своей шкуре прочувствовала, насколько важно предоставлять им игры и игрушки, которые не будут прям ещё больше повышать их, вот эту возбудимость. То есть можно поиграть в игрушки, но не до такой степени, чтобы он просто как волчок вот так вот вертелся. И особенно вот всякие, знаете, лазерные указки, я не знаю, солнечные зайчики, это просто злоб. Собаку потом вообще не угомонить. И напоследок я хочу сказать вам, что ругать шиперки, тратить свои нервы и силы, вот эту негативную какую-то энергию, быть строгими, чересчур строгими, это абсолютно бесполезно. На самом деле, вы знаете, я очень счастлива, я рада, что они не такие, что я, боже, я наконец-то не буду ощущать себя какой-то злой хозяйкой, которая постоянно чем-то недовольна. Ну, сгрыз там что-то, ну, ну ладно. Ну, вот такой ребенок, он все равно позитивный и солнечный, он не хочет расстраивать своих хозяев. Если он что-то сгрыз, то это только моя вина, что я оставила это на самом привлекательном месте. На самом деле, друзья, у кого уже взрослые, например, шиперки или собаки, породы собак какие-нибудь, ну вот, знаете, с подобным поведением, вот с такой интересной, достаточно оригинальной реакцией на команды Фу нельзя. И прочее. Расскажите, а как вы вот общаетесь тогда с животными, и как вы устанавливаете свои какие-то правила в доме? Так, Ленда, что-то делает? Лежится. Все, друзья, надеюсь, вам было интересно со мной посидеть, послушать мои рассказы про Люсика. Ну, это действительно для меня просто шок был. Потому что я воспитала двух собак еще до Люсика, и все они были примерно по характеру, ну, традиционными, да. А тут вот так вот. Я поэтому действительно убеждаюсь лишний раз в том, что шиперки — это собаки достаточно необычные, и для новичкам они могут показаться трудными, если не быть готовыми к этому моменту. Да и ко многим другим моментам тоже. Все, друзья, на этом я... О, господи, как я выгляжу за ручелкой, какая-то страшная. На этом я заканчиваю свой ролик. Я желаю вам здоровых питомцев в первую очередь, счастливых питомцев, чтобы вы побольше с ними гуляли, потому что это самая большая для них, наверное, радость. Вот, если у вас есть определенные запросы по теме, или, может быть, у вас есть какой-то запрос в топ, я не знаю, что вам может быть интересно, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на наш инстаграм и читать мой блог на Дзен. Там я выкладываю каждый день интересные статьи, которые могут и дублировать видео, и просто какие-то расслабленные темы, и также много фотографий из нашей жизни и с моими двумя овчарками. Все, друзья, все сказала. Уже очень скоро увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok